Осенью 2017 года я посмотрел один ролик, в котором автор рассказывал про то, как умерла атмосфера в Сампе. Ещё тогда мне захотелось записать своё видео, где я бы поделился своим мнением, хоть у меня нет проблемы, что я лидер мнений, но иногда просто хочется с кем-то чем-то поделиться, и, разговаривая с самим собой, ты невольно задумываешься. А не психопат ли ты часом? Так у меня хотя бы есть оправдание, что после мою речь услышат и другие люди. Это не какой-то хейт и негатив в сторону автора канала. Я не хочу ссораться, а просто у меня немного другое виденье той ситуации. Есть 13-минутный ролик, где Савёнок рассказывает о переломном моменте, когда атмосфера Сампа умерла. В описании будет ссылка на тот ролик, поэтому, чтобы понимать, о чём идёт речь, можете глянуть его. И как же не упомянуть, что сейчас мы играем на проекте Arizona Roleplay Tucson. Вы также можете начать игру тут, введя мой ник при регистрации, а при достижении вами третьего левела я верну вам часть денег. А также есть промокод Бурбон, поэтому если вы ещё не начали игру, то самое время. И не забывайте про оценку ролика лайком или дизлайком. То, что вы думаете про ролик, то и поставьте. Мне кажется, что никакой атмосферы в Сампе не было. Это просто навязанность восприятий прошлых лет. У человека есть такое свойство, что всё плохое он старается забыть. Это касается всего, не только игр. Когда ты занимался чем-то давно и вспоминаешь об этом сейчас, то сначала тебе на ум придут положительные моменты. А если ты начнёшь копаться в прошлом и пытаться воссоздать те события подробнее, то могут всплыть и не очень хорошие вещи. Я начал игру в Самп относительно старичков недавно, а именно весной 2014 года. Я ещё как-нибудь расскажу вам ту историю, как я узнал о Сампе, но сейчас расскажу про мою игру. Мне больше всего нравилось играть Рон Байкера. Я помню, как вступил в клуб Хиллсов. Да я даже Ник запомнил президента клуба Джона Траволта, и тогда я ещё не знал, что это имя актёра. Мне нравилась та игра, но возьмём тот же 2017 год. Совсем недавно, Лето, я вступил в Инкатрас на Даймонте. Всё, влетаем? Ну, один отметил. А, это Роберт Ганзе вообще, понял. Я на вышку сейчас пошёл. И сначала мне в голову приходят только положительные моменты. Как мы составом тренировки интересные устраивали, как защищали Айнку от мафии, как заключённых обыскивали. Но это всё поверхностно, так как если вспомнить и углубиться, то было время, как я и на посту стоял без дела часы напролёт, редко общаясь тимспики на какие-то интересные темы. Также заключённые раздражались своей глупостью, или некоторые охранники, которые просто великолепно владели науками управления катеров и вертолётов. Все эти отрицательные моменты тоже были, но когда ты о чём-то вспоминаешь, что ты не хочешь проявлять у себя в голове негатив, ты поверхностно помнишь те события, и поскольку это было давно, то данные вещи вызывают у тебя чувство ностальгии. Но если мы вернёмся в то время, 2012-2013 года, то осознавали ли люди то, как офигенно им играется? Они просто играли так же, как и играют люди сейчас. Что-то мне подсказывает, что даже если бы не было сейчас читеров, то всё равно игра бы была не той, так как она бы уже всех задолбала. Да, игра изменилась бесспорно, но изменение это прогресс, хоть и в некотором случае и регресс, но зато это не стагнация, так как одно и то же быстро надоедает. И если бы не было изменений в сампе, и не пришли те читеры, к которым я сам отношусь негативно, хоть когда-то и юзал софт, но делал это для, скажем так, самооборонной защиты, а не для вреда кому-либо, то и сампа могло и не быть. Это спорная тема, так как рассуждать о том, что могло быть, и если что-то пошло по-другому, сложно. Вот был у меня пример. В детстве я играл в игру Рога и Копыта, и вспоминая её, она запомнилась мне очень крутой. Вот пару месяцев назад мне было нечего делать, и я решил опять в неё поиграть, и был разочарован, так как в памяти у меня оставалась приятная картинка, где ты бегаешь за коровой и выполняешь различные миссии. Но когда на деле я зашёл в эту игру, то серьёзно не понял, почему я в это играл раньше, так как уж и графа не то что неприятно, она не поддерживала мой экран, поэтому была пиксельная, да и в самой игре чего-то сверх такого интересного волшебного я не увидел. А в детстве я играл в неё с упоением. С сампом то же самое, пройдёт ещё лет пять, и все люди, которые играют сейчас, будут вспоминать это время, как сейчас вспоминают тот же 2012 год. Хоть до конца судить я не могу, так как пришёл в игру в 2014, как уже и говорил, и вспоминая сейчас моменты из байкеров, там также были недостатки. Некоторые люди не понимали сути роллплея, были такие же водила, которые на байках врезались или улетали в воду, когда это не нужно. Просто со временем всё это забывается, и в том же 2012 году что-то мне подсказывает, что так же был процент людей, которые дэмил всех и мгшил. Просто из-за того, что популярность игры росла, у новой аудитории появлялся интерес к сампу, то данный процент вырос, но суть осталась той же. К чему же ведёт данное видео? К тому, что через какое-то время вы также будете говорить о 2017-18 годах своей игры, поэтому атмосфера, какой была, такой и осталась, если брать внимание то, что некая атмосфера игры, она существует. Поменялись просто сервера и часть людей, и сейчас есть уютные небольшие организации, в которых осталась CRP атмосфера. Их просто стоит поискать. Продолжение следует...